Обстрелов стало меньше, но вот провокаций больше. Именно так коротко можно охарактеризовать ситуацию на фронте. На этой неделе серьезного обострения на Донбассе не было, но это спокойствие очень иллюзорно, говорят наши военные. Ведь по их наблюдениям враг наращивает силы. Наш военкор Игорь Левенок побывал и на передовой возле Авдеевки, и в самом городе. Что же сейчас происходит в прифронтовой зоне, его материал далее. Окрайны Авдеевки. Отсюда запросто можно рассмотреть руины Донецкого аэропорта. Армейцы на позициях говорят, тихо здесь не бывает. И что это было? Кэмп. Сейчас враг периодически стреляет в нашу сторону из пулеметов, а с вечера начинается дискотека. На армейском сленге это обстрел, когда вокруг свистят мины, раздаются взрывы и сверкают трассеры. В даче приехало какое-то новое руководство, ратация руководства прошла. Поменялась с конца тактика, то есть уже более часто работают, ну, постоянно работают в вечернее время, и участились обстрелы днем. На позициях под Авдеевкой закрепились наши десантники. Утверждают, по ту сторону очень активизировалась разведка. Над украинскими позициями постоянно пролетают беспилотники. Мы не можем понять, почему так активизировались в последний час. Но это не только беспилотники, активизировались их провокационные действия в последний час, в последний неделю где-то активизировались. Уже нас и минометами частейше начали турбовать, и начали РПГ, СПГ в нашу сторону. Несколько раз и нам приходится прятаться в укрытие. Пришел гум-конвой, появились у них боеврипасы, и начали приходить к нам подарки. Мирные жители в Авдеевке к канонаде давно привыкли. У них сейчас другие проблемы. Можно даже продукты в холодильник не ставить. На кухне у Анны Толстой температура не поднимается выше 12 градусов. Спальню отапливает электрообогревателем, но все равно холодно. Сыну Анны Тимуру год и два месяца. Малыш спит в одежде, и мама укутывает его теплым пледом. Если что-то делаем, то 15, а так 14 градусов. Семья Толстых живет в Старой Авдеевке. Это частный сектор. Отопление здесь у всех автономное. Кто-то по старинке греется дровами и углем, но многие установили газовые котлы. Вот только газа нет уже 8 месяцев. Люди выживают за счет электричества. Подогреть, покушать, подогреть, помыться ребенку. За себя уже молчим. Обычно коры тут ставили, но сейчас тут даже не нагреешь этим обогревателем. В прошлом году во дворе у Анны разорвалась мина. После этого дом покрылся трещинами. Термоизоляция нарушена. Ну вот тут такие вот трещины. Через них скользит, как не залепливый. Газов при фронтовом городе нет из-за войны. В прямом и переносном смысле. В прошлом году газопроводы разбомбили боевики. Уже проложили новый, но запустить никак не могут. Поскольку теперь чиновники воюют с газовщиками. То труба им не подобалась, то с червоним хрустом они грилися, то дуже долго они передавали нам проект, то забирали. То передали нам проект, мы дивимся, а там немає декольких блоков. ПАО Донецьк Облгаз не бачила, в руках не держала, жодного листочка документации. Военные же уверены, мирная жизнь в 25-ти тысячной Авдеевке обязательно наладится. Главное не допустить обострения, ведь враг прощупывает оборону наших бойцов. На этом участке накапливает технику. По нашим данным, в районе Донецкого аэропорта сосредоточена у них довольно-таки немалая группа. За эту землю украинская армия заплатила десятками, а может быть и сотнями жизней своих солдат. На территории этих позиций можно часто встретить вот такие кресты. Это значит, что кто-то здесь погиб. Поэтому украинские армейцы уверяют, держаться здесь будут всеми возможными способами. У врага нет шансов прорвать здесь оборону. Это уже понимают жители прифронтовой Авдеевки и соседних сел. В 15 километрах от линии фронта в поселке Очеретино построили вот такую школу. Сегодня ее торжественно открыли. Педагоги и ученики в восторге. Там и проекторы, и компьютеры, и доски, и компьютеры. А раньше у вас такого не было? Нет. В школе будут учиться почти 3,5 сотни детей. И это число постоянно увеличивается за счет переселенцев, которые возвращаются домой. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности недели. Телеканал Интер. Телеканал Интер.